Думаете, что турецкая колбаса суджук вам не по карману? А вот мой друг и кулинарный эксперт Костя Грубич утверждает, вы сможете полакомиться настоящим суджуком, приготовив его дома самостоятельно. Поучиться пришла Алена Лесик. Ей важно научиться готовить суджук, чтобы вкуснее, чем в магазине, и при этом дешевле. Аленушка, ну почему тебе так важно готовить суджук научиться? Ну как, Надюша, потому что у меня же мой любимый грузин, и в Грузии тоже любят эту колбасу, поэтому важно научиться готовить. Я купила в магазине суджук, и очень хочу на самом деле сравнить магазинный суджук с домашним. Я очень переживала по поводу того, чтобы приготовить эту колбасу, потому что нету теплообработки, поэтому надеюсь, что в домашних условиях у нас получится это сделать. Такую вот вкуснятию. Он старается изо всех сил, а он все, гад, замуж не зовет. Костенька, вот как ты считаешь? Ну, я не знаю, в чем мне допомогти? С колбасой, а ты и то, и то можешь? Ну, тогда и мне нужна твоя помощь, если... Да, вы что? Ладно, с колбасой давай. Ну, тогда сейчас будем суджучить. Давай, давай. Потому что суджук – это такая колбаса, я вам скажу, что она имеет чудодейные властивости. А именно. Потому что, когда ее покуштуешь, хочется снова до нее вернуться, и почувствовать этот чудовий вкус. Вот я когда-то подороживал по Бессарабе, Буджак. Это певдень Одесской области. Там живут гагаузы. Это такая невеликая народность. Они очень похожи к туркам. Это почти одна и та самая этническая группа. Так вот они готовят суджук и научили меня, как это делать. И готовят также суджук на деяких наших мясопереробных предприятиях. Когда ты сказал, что суджук – это такая колбаса, что попробуешь и хочется вернуться, в магазине та же история. Подойдешь, посмотришь, сколько стоит суджук – уйдешь. Потом возвращаешься, думаешь, может, подешевеет. Но нет, сейчас все только дорожает, и суджук стал вовсе недоступным по цене. Но удивительно, что мы можем приготовить дома именно эту колбасу. У нас продолжается неделя домашних колбас, и, честно говоря, когда я опрашивала своих экспертов и просила их поделиться уникальными рецептами, я и не думала, что дойдет до такого деликатеса. Надейка, ты абсолютно права, это деликатес, и это справедливо, что очень дорого стоит эта колбаса, потому что на ее производство идет не обеякое мясо, а наиболее. И классический суджук вообще готовится с конины, которую сейчас у нас не очень много. Ну, можно заменить яловичину, або суммеш свинины-яловичины. Не треба нам сейчас конины, это гораздо дешевше будет. Яловичину выбираем качественную, свежую. Бажано, чтобы были прожилки жира. Мы сейчас разрезаем этот чудовый шматочок на частинки и подребнем за допомогою чудодейного наденного комбайна. Кому я могу доверить важливую частину дорезания, чтобы отчула Альонка, чтобы перед Ираклею стала, все продемонстрировала. А скажи, пожалуйста, какие еще ингредиенты нам понадобятся, помимо хорошего мяса? Спецеи. Чесничок, сухий можно взять, обовязково корица, кмин, суммеш перцев и духмяный перец. Ну, и еще для того, чтобы наповнить колбаску, это нужны кишечки. Я трешечки сгодом расскажу, что с ними нужно сделать. Я беру соответствующую насадку, мясорубку. Да, уж действительно понятно, почему суджук так дорого стоит в магазине или на рынке, если покупать. Ведь мы уже готовили домашнюю колбасу, вареную в частности. И помимо мяса, там есть еще ингредиенты, которые увеличивают в объеме. Например, молоко или яичные желтки. Просто холодная вода. А здесь только мясо и специи. А потом это еще мы будем вяли, то есть вес уменьшится, соответственно цена в магазине вырастет. И а к чему? Что приготовив дома, мы сэкономим. Это сравнительно экономный вариант. Потому что в магазине, вот я бачил, где-то 400 грамм, 120 гривен коштует. А мы взяли килограмм яловичина, ну, хай до 100 гривен найкращая яловичина коштует. И получаем больше на выходе. Так что экономия, что не меньше в два раза. Но нужно быть готовым к тому, что это дело не одного дня. Это на пів месяца работа. Сам процесс не сложный, но нужно иметь терпение и просто что-то заниматься своими справами, а знать, что у меня где-то там вялиться суджук. И через два тижни, а еще лучше дни, через 16-17, вы получаете... Перед тем, как начнем мясо подребнивать, давайте пограемося с специями. Давайте я буду помогать. Это коричка. Допомогай. На кинчик чайной ложечки, Аленка, сюда кидай. Так, этого достаточно. Грамм 5 кмину, ну, это десь пів чайной ложки. Сумиш перців, чайная ложечка, и тут духмяный перец, пару штучек. Ну, и сушеного чесничку, чайная ложечка. И соли. Наша кухонная машина может делать несколько процессов одновременно, и это очень удобно. Сейчас с помощью насадки мясорубка мы приготовим мясной фарш, а насадка-измельчитель поможет довести специи до нужной консистенции. Быстро и без усилий с нашей стороны. Существуют разные размеры отверстий в решетках на мясорубку. Через какую лучше прокручивать для фарша на суджук? Через крупную. Все же таки, это сыровьялина ковбаса. Мы должны почувствовать структуру мяса. Сейчас мы добавляем сюда всю эту сумочку с пеции. Вы чувствуете такой запах? Да, прекрасно. Вимисли, вимисли. Это нужно несколько минут буквально. Вот так формуем кулю, и, не жаляючи, ничего страшного в этом нет, кинули. Ох, ничего себе! Это секрет номер один в приготовлении качественного и вкусного суджуку, что нужно вот так покидать фарш, чтобы компоненты фаршу равномерно объединялись один с одним, чтобы сумма стала однородной. И все те властивости, которые есть у перчика, у соли, они один в один вот так проникали. И такую процедуру мы повторяем декольку разов протягом двоих дней. Два дня вот так вот надо стоять? Нет, нет, нет. Сейчас мы поставим цей фарш до холодильника на две доби, но секрет номер два, когда есть время, хотя бы раз на полдня, мы делаем такую процедуру. Достаем и кидаем. Достаем и кидаем. Честно, на самом деле вот так вот и стресс можно снимать. Просто бить мясо в доску и все. То есть вкладывать любовь. Вкладывать любовь. Таким образом. Кладемо фарш в мисочку, накрываемо харчовою плівкою, ставимо до холодильника на два дни, периодично годин через 7-8 повториму цю маніпуляцию с киданием мьячика. А оскільки у нас немає часу чекати дві доби, я потурбувався заздалегідь. У мене вже є вистояний фарш. Бачите, він трішечки змінився в кольорі, наситився, став більш темніший. Я його теж дубаси о так на ніч глядючи покидав, покидав і приніс до вас для того, щоб зараз вже начиняти ковбасу. Да, это вообще, это уже похоже на сучук немного. Абсолютно нет запаха просто сырого мяса. Смесь спецій дает такой букет, что просто хочется съесть. Беремо свинячу кишку, в магазине купуем, вона вже повністю готова до використання, можна просто промити у солоній воді. А якщо ви берете кишки від домашньої тварини, купили десь на базарі, то обов'язково ретельно-ретельно вимийте у соляному розчині, щоб жодних запахів не залишилося. І після декількох годин вимочування знову ж таки ретельно промили і маємо ось таку гарну кишечку. Довжина ковбаски має бути сантиметрів 30-40 до пів метра. З одного боку зав'язуємо. Несколько узлов, да, ділаємо? Я роблю це двічі. Беремо насадку для ковбаси. На самом деле, я віжу, що готовити не тяжело. Звісно, це не швидко, але можна один раз постаратися, щоб вот приготовити таку вкуснятину. Побалувати своєго мужчину. І потім ще кушати кілька недель. І тепер одна з цікавинок процесу це натягування кишки. Коли б ти робила таке, Альона? Ні. Я думаю, що вона стоит попробувати. Давай спробуй. Ось цю беремо. І отак до кінця, до кінця, до кінця. і тепер м'ясо треба додавати. Ну що, я зупиняю процес, знімаємо, зав'язуємо з іншого боку, і тут є харчова нитка. Із такого количества м'яса, которое ми сьогодні использували, получится два таких колечка колбаси, вернее, заготовка для двух таких колечок. Тобто це ще не вся колбаса, которую ми можем приготовити. Але для того, щоб просто показати, як це робиться, ми використовуємо ось цю половину порції. Зверніть увагу. Бачите, ось порожнини заповнені повітрем. Цього не повинно бути, і тому треба взяти або галочку, або ножиком і зробити невеликі штрикки, щоб випустити повітре, яке буде ускладнювати процес приготування. І треба покласти цю колбаску на якусь дощечку ставимо. І щонайменше добу має в холодному місці краще в холодильнику простояти ковбаса. Форма вийде прямо кутна, а потім підвищуємо в холодильник або в прохолодне місце, щоб температура була не більше 4-5 градусів плюс. Ми не будемо довго чекати, два тижні не буду вас тут морити голодом. Звичайно, що в мене є зразочок, який я приготував заздалегідь. Буквально через 5 минут ми зможем попробувати суджук, який Кося приготовила заранее, і сравнить со вкусом той колбаси, який принесла Алена. А ми выпьем по чашечки кофе? Да, давайте. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ой, дякую. Обновленний на Скафе Классик каждое утро. А как правильно потом хранить готовий уже суджук, забегая вперед? Готовий суджук треба зберегати у харчовій плівці, в холодному місці, ну, найкраще в холодильнику, і відрізати тоненькими скибачками, чим тоньше, тим смачніше. А как долго може храниться домашній суджук? Домашній суджук може зберегатися в холодильнику, ну, не менше, ніж місяць. Через дві доби після того, як він висить в холодильничку, ми робимо одну і ту саму операцію. Ми дістаємо ковбаску, беремо качалку і формуємо прямокутну форму. Ось така, так, так, так. І, знову ж таки, повісили, і в такому вигляді в'ялимо ковбаску 15 днів у холодильнику або на балконі, або в сараї, якщо є місце, або на горищі, у кого які умови. Я прямо сейчас напомню, як ми готовили домашній сучук, а потім ми його попробуємо. Возьмите говядину, соль, сушеный чеснок, черний перец, тмин, корицу, душистый перец, оболочку. Мясо пропустить через крупну решетку мясорубки, а чеснок і спеції измельчить. Соединить фарш і спеції. Тщательно вымесить і отбити фарш. Накрыть пленка і відправити в холодильник для созрівання на два дня, периодически отбивая його. Оболочку замочить на 20 минут в подсоленной воде. Затем промыть, просушить, наполнить фаршем. Сделать проколы в наполненной кишке тонкой иглой в нескольких местах. Длина колбасок должна быть около 30-40 см. Выложить сучук на ровную поверхность, накрыть дощечкой, положить гнёт і оставить на сутки. Вывесить сучук в прохладне проветриваемое место на 10-15 дней. Каждый день прокатывать скалкой. Хранить в холодильнике в пищевой пленке. Ось цей сучук, выготовленный в домашних умовах за помирную ціну, порівняючи з тим, что в магазине можно купить. Ось покуштуйте з тим, что принесла Альона, и насколько смаки різняться. Різниця, можливо, навіть в наборі з бойцей. Навіть не здогадаюся, що це самотужки зроблено. Очень вкусно. Боялась сама готовить. Теперь совсем не переживаю. Буду готовить и радовать любимого. Сравнив вкусы домашнего сучука и сучука, который привезла Альона, магазинного, я могу сказать, что наш, приготовленный дома, более насыщен специями, и мне показалось, что он даже вкуснее и натуральнее. Ну, в общем, по вкусу, а тем более по цене, он нисколько не проигрывает. Это победа. Костя, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное.